Сегодня до одном из чебоксарских предприятий зафиксировано возгорание, сообщает МЧС Республики. Как стало известно нашему корреспонденту, речь шла о производственном объединении имени Чапаева. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 9.44. Спустя минуту огнеборцы были на месте, пожарная часть находится рядом с предприятием. В 10.06 сотрудники МЧС ликвидировали очаг. Площадь возгорания составила порядка 60 квадратных метров. Никто не пострадал, технический процесс не нарушен. Никакой опасности нет. Сигнализация сработала четко. Возгорание было своевременно выявлено и устранено. К другим новостям. В «АллатРа» присутствует неплохой промышленный потенциал. Такие выводы сегодня сделал глава республики Михаил Игнатьев. Он побывал на двух градообразующих предприятиях и подвел итоги реализации комплексного инвестиционного плана. Как развивается «Моногород» оценил и мой коллега Дмитрий Ковалев. А завод вообще какого года построил? Мы еще в 123-й год. 120 лет в этом году. 120 лет. Теперь предприятие города «АллатРа» вообще. Корейши. На одном из самых старинных заводов «АллатРа» в механическом в ближайшее время планируют модернизировать производство. Недавно закупили новые станки. Инвестиционный план расписан на несколько лет вперед. В следующем году здесь должны появиться собственные блочно-модульные котельные. Пока же тепло в цеха поступает по обычной схеме. Мы уходим от тепла своей большой котельной. И входит много оборудования. Порядка 40 миллионов. Это станки с ЧПУ мы приобретаем. Да, большую экономию. Потому что сейчас она как бы нам выводит. Основным заказчиком завода является компания «РЖД». На железную дорогу с конвейера отправляют детали для грузовых вагонов, специальные краны и даже котлы, которые устанавливают в пассажирских поездах. В этом году на предприятии работ было не в проворот. Более 300 миллионов рублей. Такова общая сумма реализованных заказов. Индекс производства уже превышает 150%. Планы следующего года тоже амбициозные. Партнеры намерены сотрудничать с заводом еще долго. На предприятии уже не хватает рук. В следующем году сюда трудоустроят еще 50 человек. С РЖД у нас подписан корпоративный заказ большой в течение пяти лет. И плюс у нас сторонняя организация, это Казахстан, большой заказ где-то на 100 миллионов. На заводе электроавтомат, который всегда работал на нужды авиационной промышленности, недавно начали выпускать счетчики электроэнергии. Умные приборы передают данные о потребленных ресурсах, напрямую в снабжающую организацию. Правда пока устройствами заинтересовались только две управляющие компании Чувашия. Чаще заказы поступают из Казани. Глава республики пообещал организовать ликбез для коммунальщиков. Ваши почему не хотят? Я готов. Собрать управляющие компании, мы там собираемся вместе с городом. Так что ваши поддедут, презентуют и покажут, как нужно делать. Вообще в «Аллатаре» наметился неплохой промышленный потенциал. В индустриальной черте города сейчас работает 8 крупных заводов. На многих предприятиях делают ставку на инновации. В условиях ВТО это верное решение. И молодежь, молодые девушки, которые в цехах работают, у них настроение хорошее. У них есть мотивация соответствующая, соответственно, норматив они уже выполняют. И тем самым, когда трудовые коллективы омолаживаются, можно сказать, перспектива хорошая, позитив имеется. Создавать благоприятную среду для инвесторов в «Аллатаре» будут и дальше. Многород может получить дополнительные средства в рамках федеральной программы. Но необходимо в ближайшие годы исполнить свои социальные обязательства. Отремонтировать дороги и построить детские сады. Андрей Ковалев и Александр Петров. Республика.